МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Анастасия Гришина. И сегодня я расскажу вам о самых интересных культурных событиях региона. Теплые пейзажи холодного края. В доме музея Русанова открыта новая выставка. Кто ее автор? В областном выставочном центре гостят работы автора, за которого бьются на самых именитых аукционах. Чем так уникальны его полотна? Обновление экспозиции произошло и в Военно-историческом музее. Чему посвящена новая выставка? В доме музея известного русского полярника Русанова открылась новая выставка. Ее автор Алексей Колотушкин для орловчан известен уже давно. Вот уже который год его фотоработы покоряют своей глубиной. В этот раз на суд зрителей представлена экспедиция к Белому морю. Подробности расскажем далее. Путешественник, фотограф и хороший друг для орловских музеев. Любитель холодного края Алексей Колотушкин в этот раз показал свое видение Белого моря и опоясывающих его земель. Кажущийся блеклым и безжизненным, внезапно предстает ярким и красочным. Дело не в том, что он холодный, он очень разнообразный этот край. Очень разнообразный. На одной стороне острова, а остров всего километр, например, в поперечнике, на одной стороне острова одна растительность, на другой стороне совершенно другая. В середине острова третья. Поэтому очень разнообразное все, очень живописно. Заметить среди вереницы практически одинаковых горизонтов тот самый, что станет частью собственной коллекции и которым насладиться сможет каждый. А может быть, кого-то это вдохновит на свое путешествие. Представленные работы лишь малая часть поездки к Белому морю. Вы знаете, у него такая, в отличие от меня, потому что я не могу за всех говорить, в отличие от меня. Он идет, раз, 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 что-то снимает. Я пока там штатив поставил, пока там кадры нашел, чего-то такое, он уже отснялся. Вот он в авангарде, он все время идет впереди. На снимках старинное поморское село Колежма. Таковым для автора оно предстало два года назад. Местами дикая, нетронутая человеком. Огромный плацдарм для фотоохоты. Здесь в опромлении природы переплелись старинные традиции, фольклор и культура. Действительно, здесь однозначно те места, которые знал, которые любил Владимир Александрович. И вот такая вот связь сейчас вот как бы выстраивается между Орлом, да, и вот таким вот далеким, но и близким севером. В областном выставочном центре обновления экспозиции на суд зрителей представлены 160 работ известного пейзажиста Андрея Захарова. В его работах спрились импрессионизм и экспрессионизм. Игра света и чувственность. Подробнее о выставке расскажем в следующем материале. Художник с уникальным почерком, за картины которого борются покупатели аукционов «Содбис» и «Кристис». В Орле представили персональную выставку Андрея Захарова, чьи лирические пейзажи узнаешь с первого взгляда. Отстраненный от подробностей натурализма, обрамленный экспрессией, мимо его картин точно не пройдешь. Мы представляем новую выставку Академика Российской Академии Художеств Андрея Захарова. И этой выставкой продолжается серия именно этюдных работ. Предыдущая выставка Геннадий Викторович Ромашко тоже представлял этюды, односеансные работы. И вот Андрей Захаров второй раз в городе Орле. 10 лет назад видели его первую выставку, еще он не был таким знаменитым. Все его работы о да русским землям. В них будто слышно, как хрустит снег под ногами и как заливаются солнцем улочки, похожие на те, что есть в каждом регионе. Я думаю, что это большое счастье для всех жителей Орла увидеть такую прекрасную выставку. Каждая картина – это как изумруд. То есть можно смотреть, рассматривать с точки зрения техники, с точки зрения композиции, с точки зрения рисунка и цветового решения колористического, и эмоционального тоже. Андрей Захаров, и это видно, отдает дань уважения национальным традициям русской живописи. Несмотря на то, что свой стиль нашел среди импрессионизма и экспрессионизма. Для меня это встреча с великим автором, с высочайшим автором, высочайшего профессионального уровня, ярким эмоциональным художником, мастером. Чувственность каждой работы завораживает даже самого искушенного зрителя. Здесь нет чистых цветов и подтонов. Буйство красок, залито солнечным светом, будто изнутри. Создать свое впечатление может каждый желающий в областном выставочном центре вплоть до 5 декабря. В Военно-историческом музее новая выставка. Это экспонаты, представленные клубом поисковиков и реконструкторов батальон. Они рассказывают о том, какие войска защищали Орел и Мценск, во что были одеты, чем подпоясаны и к каким фуражкам армейцы вскидывали руку. Немного о форме той поры и в сюжете Сергей Быковского, принявшего в музей парад манекенов. По нынешним временам QR-код нужен уже и манекенам. Слава богу, дожили. Ведь с помощью этих пестрых квадратиков посетитель Военно-исторического музея может уже не требовать экскурсовода. И в случае слабости глазами не пенять на мелкий шрифт пояснительных табличек. Ведь чтобы ознакомиться с выставкой «Униформа Красной Армии» октябрь 41-го года, достаточно вооружиться смартфоном со сканером. И приборчик сам все расскажет про тех, кто той осенью воевал на Орловщине. Капитан артиллерии. Гимнастерка образца 1935 года. Для помощи состава с накладными карманами и латунными пуговицами. QR-код перенаправит на YouTube канал Военно-исторического клуба поисковиков и реконструкторов «Батальон». Так что эта выставка еще и отсылка к обучающим видеороликам про форму изначального периода Великой Отечественной. Описывается одежка всех званий от красноармейца до генерала и всех родов войск, что были здесь в октябре. Например, были десантники, которые приняли бой на южных границах Орла, а потом еще и Мценск защищали. Вот это из их гардероба. Маск-халат образца 30-х годов с вот такой характерной пятнистой окраской. Из-за такой окраски его называют амебой. То есть этот комплект. И, соответственно, на летний и осенний период они, гамма отличалась. В данном случае это оттенки коричневого, это осенний камуфляж. А еще здесь представлены танкисты, чекисты, медики, пехотинцы, летчики, артиллеристы и не только. Проект этот реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Участие в нем приняли не только члены клуба «Батальон», но и ребята из отряда «Мехвод». Это техникум агробизнеса и сервиса. И из патриотического объединения «Орловский доброволец», которое действует в Орловском деставрационно-строительном техникуме. Часть этой выставки уже экспонировалась, но в военно-историческом музее впервые собрана вся. А сейчас употребим фразу «бесштановая команда». Она относится ко всем этим манекенам. Они и без штанов. Все потому, что манекен с ногами стоит чуть ли не в 10 раз дороже каждого вот такого. Плюс галифе, считай, от 4000 рублей. То есть дело требует уже нового гранта. И интенданты, и коптерщики, которые за выставку в ответе обещают все сдюжить и таки пополнить эту коллекцию снизу. Выставка работает до 5 декабря. А сейчас в эфире проект «К 105-летию со дня рождения» известного орловского художника Андрея Курнакова. Алла Наваженина расскажет о портретах Круглова, друга орловского мастера. Выполненные в особой психологической манере работы по сей день остаются примерами изображения на холсте высокого человеческого духа. Сегодня мы рассмотрим портрет искусствоведа Круглова, кисти Андрея Курнакова. В портрете друга советского российского искусствоведа Круглова мы видим огромную симпатию автора. Пристально вглядываясь в мудрые и добрые глаза, изображенные сквозь очки с линзами в толстой оправе, художник открывает зрителю душу своего героя. Перед Круглом на мольберте стоит одно из полотен Андрея Курнакова, которое он, как профессионал-искусствовед, с интересом изучает своим внимательным взглядом. Его поза свободна, он стоит слегка наклонившись вправо, опираясь на тумбу, руки лежат на подрамнике, улыбается лукаво и немного насмешливо. Герой изображен немолодым, седовласым, но подтянутым интеллигентом. Он одет в строгий костюм, однако под пиджаком зрителю видна не парадная рубашка с галстуком, а черная водолазка. Подобное сочетание в одежде творческих людей не редкость. Оно придает шарм и притягательность владельцу, а также подчеркивает неформальную обстановку встречи. Темная, выделенная тоном монолитная фигура Игоря Круглова контрастирует со светлым серо-голубым фоном стен мастерской. Блокнот и ручка в руках искусствоведа подчеркивают готовность перенести на бумагу свои впечатления и замечания по поводу увиденной картины. Руки, как и лицо, прописаны с особой тщательностью. У зрителя, внимательно смотрящего на полотно, создаются иллюзии прямого контакта. Через пространство холста он отвечает на взгляд этого умного и проницательного человека. До последних дней Круглый оставался деятельным человеком, полным творческих идей и новых проектов. Вся его жизнь была посвящена искусству и неразрывно связана с Орловским краем. В экспозиции картины галереи Курнакова представлен еще один живописный портрет Игоря Ароновича Круглова, созданный ранее, в 1976 году. Этот портрет более камерный и одновременно более условный. В темной гамме красок, цветовой палитры художник изобразил Игоря Ароновича в момент работы. Он сидит в кресле и в комнате на фоне икон, внимательно и задумчиво изучая одну из них. В музее ИЗО гостей ждет новая выставка «Городские артефакты Орел Нокиа». Это совместная работа художников двух городов. Очарованный странник по-прежнему гостит в стенах Краеведческого музея. Музей-заповедник Спаская-Лутовинова приглашает гостей на традиции усадебного гостеприимства. Вы смотрели «Культурное обозрение». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова